Павел Николаевич, заметили, что в Доме культуры, в части Дома культуры, появился свет. И скажите, как вообще организованы сейчас работы кружков в новом году? Уже можно приходить заниматься или когда можно будет приходить заниматься? Кружки сейчас работают, насколько я знаю. Те кружки, которые бывшие работники центра культуры, которые перешли к нам работать в здравительный центр, они проводят кружковую работу без всяких проблем. Другое дело, что из-за того, что здание Дворца культуры захвачено, там нельзя проводить, опять же, в части Дворца культуры. Не во всем, а в части Дворца культуры. Там нельзя проводить работу, потому что там какие-то непонятные люди живут, там так и не выполнены условия по противопожарной безопасности. Там, на самом деле, к сожалению, количество людей, которые непонятно какие вещи туда приносят, с сомнительной репутацией, мы точно знаем, они там находятся. И поэтому я никому бы из родителей не советовал вводить туда детей, пока мы не вычистим всю эту нечисть из Дворца культуры. А вторая часть Дворца культуры, которая была в аренде до 1 января в центре спорта, это освобождена. Если вы знаете Дворца культуры, там отдельный вход есть в спортзал и в ту территорию. И там сейчас проводятся ремонтные работы, косметический ремонт, наладка таких систем. И где-то со следующей недели там он начнет работать. Там будет много кружков, спортивных секций, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, потом батуты. Ну, в общем, там много чего будет. И он будет полноценно работать, опять же, до 1 июня, потому что 1 июня весь комплекс зданий должен быть поставлен на капитальный ремонт. Потому что там больше, наверное, 20 лет не проводились ремонтные работы, связанные с отоплением. Там нужно поменять полностью систему отопления, систему водоснабжения, там трубы прогнили все. Вычистить, естественно, там, что, к сожалению, понаделал вот этот вот руководитель. А долго ли будет капитальный ремонт? Нет, мы планируем вложиться в 3 месяца. В средние месяцы? Потому что с 1 сентября должна опять начаться кружковая работа. Но там же как? Там нужно систему вентиляции, кондиционирования поменять. Потом нужно будет подвести уже горячую воду. В субкутуру так ведь не подведена горячая вода. Отопление есть, а горячей воды нет. Ну, там много таких работ. Мы посчитали где-то на 70-75 миллионов. Мы будем, так сказать, вложения туда делать. Ну, и, естественно, косметические ремонты. Но там же еще будет оборудование какое-то закупаться, потому что муниципальное оборудование из зала не берется. Слушайте, муниципальное оборудование — это миф. На самом деле там устаревшее совершенно не нужно, там хлам какой-то. Последний раз оборудование, ну, там, светотехническое и звуковое менялось то ли 18, то ли 19 лет назад. Естественно, это морально и физически устарело уже, это нужно все выкидывать и ставить совершенно новое. Ну, в эти 75 миллионов это не входит, я думаю, там еще миллионов. 10-15 должны быть потребованы. Павел Николаевич, а сколько кружков, ну, сколько, вернее, кружковых работников перешло в выздоровительный центр? То есть, если сопоставлять те кружки, которые остались в муниципалитете сейчас, и кружки... Я точно не помню, но я точно знаю, что где-то 70 или 80 процентов работников, которые непосредственно занимались кружками, они перешли к нам. Ну, это львиная доля. Ну, естественно, если к детям считать, еще больше. А там же остались преимущественно люди, которые, ну, занимались административной работой. Писали отчеты, там, бухгалтера остались, замдиректора остались. Но они непосредственно с этими не работали, да? Ну, конечно, это же все. Это муниципальные служащие, которые к детям никого отношения не имеют. Насколько я помню, там у них осталось два кружка. Причем, я так понимаю, что они два или три. Это не самые массовые такие. Просто они нам сейчас мешают работать. Мы сейчас расселили всех наших работников кружковых в другие помещения. Это и в поликлинике они занимаются, и в нашем земляничном городе, и в других помещениях. В помещениях, кстати, «Золотой осенью» там тоже занимаются. То есть дети не пострадали. Другое дело, что, конечно бы, до рискультуры, мы же вынуждены, скажем так, не входить туда. Нас даже не пускают в некоторые помещения. Причем совершенно незаконно. Ну, там просто бандиты. А конфликтовать с бандитами, ты вызываешь милицию, она тоже на них не реагирует. Мы там написали несколько писем. Я звонил главе района, который, в общем-то, должен командовать муниципальным учреждением культуры. Приглашал его сюда в совхоз. Он не приехал. Потом, значит, надо же просто выйти на место и посмотреть, что творится. Но он, видно, боится. Я ему гарантирую полную безопасность. Но он какой-то странный. В общем, до сих пор не приехал, хотя разговор был еще до Нового года. Мы звоним всем этим чиновникам. Говорим, слушайте, заберите. Даже если нам не нужно это оборудование, мы вам даже денег заплатим. Заберите своих этих. И уйдите, потому что нам работать надо с детьми. Поэтому спорт заработает в следующей неделе. А вот дворец культуры так, часть, где они не сидят. Пока нет. Рано или поздно мы их все оттуда выкурим. Глава теруправления, из Веков, опубликовал у себя пост в Инстаграме, где показал, как в дневное время проводятся вот эти два кружка, которые вы сказали. И о том, что хоть и есть предписание пожарной безопасности, что они в это не верят, что, дескать, выставят пожарную посты. В чем? В что они не верят? Что это предписание имеет какое-то юридическое значение. Ну, не верят они верят. Это же их проблема. Понимаете, как... Вообще, вот если брать этот персонаж, в котором вы говорите, то это такой интересный, смешной даже человек, который не знает ничего, но все время комментирует что-то. Помнишь этот комментарий, когда он рассказывал, что охрана наняла Рота Агра, потом стал говорить, что охрана наняла муниципальные учреждения, теперь вот некоторые там тоже сказочные, в кавычках, депутаты пишут письма, что это, оказывается, администрация округа наняла охрану. Они запутались окончательно в своих этих показаниях и очень далеки от реальности. Поэтому все, без исключения инженерные коммуникации, там принадлежат совхозу имени Ленина. Само здание было передано, они об этом знают прекрасно, воздает медцентр. Оздает медцентр, отвечает за противопожарную безопасность. Так написано в договоре. А вот эти граждане, которые договор закончился, они должны освободить все это, они не имеют права ни в пожарную сигнализацию внедриться, ни еще во что-то. Мы, собственники здания, я всегда говорю, слушайте, вот когда сгорела зимняя вишня, то, скажем так, посадили хозяина помещения, ни арендаторов, никого другого. И поэтому мы несем полную ответственность за состояние, в том числе и противопожарное, всего этого здания. И поэтому не пускать наших сотрудников для снятия счетчиков, для обслуживания инженерных коммуникаций, это, по меньшей мере, глупость. Если, ну, это не, как бы сказать, это не преступление, но какая-то глупость. Потому что они... Попытка внедрить вот какие-то свои там пожарные системы в имеющиеся сегодня... А кто сказал, что они внедряют противопожарную систему, а они, например, бигвордовые шнуры? Потому что мы же видели, как они, 16 человек, зашли с какими-то чемоданами. Что они туда занесли? Может быть, наркотики, может быть, еще что-то. Это они курили там в помещениях, сейчас не знаю, курят они или нет, но туда мы считаем, что детей вообще пускать нельзя. Потому что, если у нас стоял в охране один человек, и это была женщина, то там какие-то мужики живут. Я бы на месте родителей, и туда детей просто бы не запустил, пока не вычистил, вот это все нечисть не вычистил. И вот там пацаненок какой-то бегает, который там дрался со столбом, я у вас видео видел, это же, это не нормальный человек, но нормальный мужчина будет боксировать со столбом и так себя по-хамски вести по отношению, он же там, представляете, правкома, то ли толкнул, то ли ударил, было написано заявление, он же еще на свободе, он никакого отношения ни к совхозу, вообще никому не имеет, болтается здесь. Ясно, что это обыкновенный хулиган и боевик, которого пригласили, чтобы он там, ну, там так, помогал вот этим, так якобы, муниципальным служащим. Все. Поэтому скажи мне, кто твои друзья, а я скажу, кто ты. На той территории, вот, которая свободна, уже сегодня пушковая работа идет, она на вашу? Нет, ничего там только не ведется, потому что там нужно было провести косметический ремонт, там нужно закупить оборудование, и оно сейчас закупается, там больше, чем на миллион рублей, только приспособление различное. И поэтому там сейчас проведут все работы, перекрасят все, вычистят, и проверят, кстати, противопожарную безопасность тоже. И после этого мы примем у строительной компании в субботу это помещение, передадим его тем, кто будет заниматься. Сразу скажу, что у нас договоренностью, что все дети совхоза Ленина в кружки, которые будут открыты, ходят бесплатно. Все или только работники? Нет, это всех касается. Ну, там художественная гимнастика, там девочки преимущественно, ну, если ребята только на батутах. А мы же, в свою очередь, это, кстати, правильное решение, администрация городского округа взяла, у нас другое помещение в аренду. И центр спорта продолжает работать, мы ему помогаем. Вот сейчас вот лыжню, там же совершенно бесплатно, люди катаются за лыжнем и ухаживают. Мы им предоставили помещение, сейчас там небольшие трудности, мы их предупредили, конечно, об этом, что до сих пор нет договоров на коммунальные услуги, до сих пор нет других договоров. Но они сами подтверждают, что очень долго и медленно работает администрация городского округа, она пока, может быть, молодая, не способна, а может, просто не хочет. Поэтому мы им до 19 февраля, я им дал время, чтобы они заключили все договора, и после этого, если все нормально, продолжили работу. А центр спорта муниципальный? Да, ну там же вот в Дворце культуры было два. Нет, оздоровительный центр – это та организация, которая ведет оперативное управление. И у них было два договора. Один – центр культуры, а другой – центр спорта. Центр спорта выехал, предоставил нам эти помещения, мы начали там работать. Центр культуры, ну, скажем так, ставленники Рота Агро, они этого и не скрывают, они решили устроить войну. Некультурными людьми. Абсолютно. Я звоню начальнику управления культуры, говорю, слушайте, ну, вы понимаете, вот, понимаете, Новый год, мы же все провели, и елки, и различные гуляния, и рождественские, там, праздник, и все. И все нормально. Никто и не заметил, что это все проводил совхоз имени Ленина и там, лапфитнес, оздоровительный центр, а не муниципалов. То есть, отряд не заметил потери бойца. То же самое и с кружками. Кружки же все работают. Да, люди получают через зарплату из оздоровительного центра. Ну, и что? Ну, люди-то ходят бесплатно, все нормально. Дайте нам это здание. То есть, верните здание, даже не верните, а просто освободите его. Это наше здание. Вот. Поэтому, но, опять же, пользуясь административным ресурсом, можно, конечно, нагнуть судью, который совершенно неправильное решение примет. Судья общей юрисдикции не может судить между двумя, конфликт между двумя юридическими лицами. Это известно всем. За это мантии лишают. Но наш судья в районе, в Видном, ничего не боится, потому что он прикрыт. Мы сказали, давай, накладывай обеспеченные меры. А на такие обеспеченные меры наложил, никто понять ничего не может. Владение и пользование. Владение, ну, в общем, там можно долго разбираться. Да, это все мы рано или поздно разберемся. Никто не может совхоз имени Ленина и тем более оздоровительный центр заставить, заключать договора. Тем более, на основании ничего наложено на рассчитанные меры. Этот договор между совхозом Ленина и центром был закончен еще год назад. Или уже больше года назад. Поэтому это просто затяжка времени и какая-то глупость. Спасибо. Да не за что.